Шум от швейных машинок разносится до конца коридора. В мастерской технологического колледжа с утра кипит работа. Первокурсницы осваивают азы профессии. Вскоре, уверены педагоги, подопечные смогут работать даже с закрытыми глазами и создавать от постельных принадлежностей до модельного пальто. Оденут и себя, и близких. Юбку можно изготовить за два дня. Кто-то может ее за один день изготовить. Платье у нас выделяется, в принципе, пять занятий. В соседней аудитории колдуют над вечерними прическами, оттачивают навыки макияжа. Студентки признаются, подружки искренне завидуют. С таким багажом знаний хоть на фотосессию, хоть на выпускной. Мастерам под силу любые формы. Каскад, боб, градуированные коры и модные пикси с удлиненной челкой. Мне, пожалуйста, просто подровнять кончики. В этом году колледж примет более сотни новых студентов. В списке специальностей – швея, портной, визажист, парикмахер, мастер производственного обучения и техник-технолог. После выпуска каждого обеспечивают работой. У нас очень тесное сотрудничество налажено с базовыми организациями, с организациями заказчиков и кадров. Это открытое акционерное общество «Славянка», «Бобруйстрикотаж». Парикмахерское направление представлено частным бизнесом. Три года обучения пролетают незаметно, признаются студенты. За это время колледж становится вторым домом. Есть спортивные секции, как волейбол, футбол, баскетбол. Я занимаюсь волейболом, и мне это нравится. У нас в колледже есть студия «Ровесник», в которой я пою и занимаюсь ведущей деятельностью. Мне очень нравится петь, поэтому как только у нас есть какое-нибудь мероприятие, я сразу же готова выступить. 1 июня технологически отпраздновал 75-летие. Сперва «Ровесник Великой Победы» восполнял потребности страны в одежде и кадрах. Спустя три четверти века победы продолжаются. Призовые места на конкурсах WorldSkills – «Роза ветров». Светлана Третьякова работает в колледже 14 лет. Коллекция ее дизайнерской одежды получила высокую оценку жюри на мельнице моды. Плащевая ткань, сложная техника нанесения орнамента, чтобы воплотить модели в жизнь, ушел год. Когда модели вышли в моей коллекции, я испытывала чувство волнения и гордости за то, что все-таки мы вышли в финал и мы сделали это. Среди бывших учащихся и бобруйчанка Женя Босякова. Сегодня вещи из ее коллекции носят в Италии. Преподаватели колледжа отмечают – потенциал есть в каждом. Мария Бушкевич, Андрей Богдан. Итоги недели.